Вот, в зону боевых действий мы не зайдем, если сушки не уничтожат это, ПВО. Вот, еще есть ПВО далеко в Крыму, там ПВО Патриот стоит, но, в принципе, оно нам не мешает, на него внимания не обращайте, да? Оно больше так это, чтобы мы не лезли на сторону врага. Вот, значит, залетели, отстрелялись, как бы протестировали, пускает, не пускает ракета ПВО. Потом можете приземляться там, заряжаться уже, либо брать другие самолеты, либо заряжаться в этих же самолетах Су-25Т, да, и лететь, бомбить уже мосты, и, соответственно, бомбить эту деревню, где враг засел. Значит, мы начинаем в Крымске, вот здесь вот. ПВО где-то, ну, где-то на полуострове, вот на этом, да? Где-то оно вот здесь, его надо уничтожить. Все, с Су-25Т все понятно. Дальше идем, Су-25. Значит, у нас есть две деревни, якобы это фронт. Во-первых, это деревня Уташ. В принципе, с высоты птичьего полета узнать ее очень легко. Вот она, деревня Уташ, то есть узнаем ее свободно. И рядом деревня Юровка. Я думаю, будете лететь, не ошибетесь. Вот, это две деревни, где у нас есть, так сказать, цели. Стратегические цели. Да, но первая цель для Су-25-х, это уничтожить два моста. Они находятся возле вот этого водохранилища, да, и не знаю, что это такое, заводин, хер его знает. Вот, значит, один мост железнодорожный, второй мост у нас, вот они оба на картинке, да, второй мост транспортный. Они прикрыты ПВО, танками, то есть там не все так просто. Надо скинуть бомбы, разбомбить их к чертовой матери, и тогда первая задача будет выполнена. Если мы этого не сделаем, у нас упадет вот этот аэродром. На него можно сесть, заправиться, кстати говоря, если есть желание, да. Ну, можно получить ракету в жопу. Дальше. После того, как мы уничтожаем мост, мы начинаем разбирать стратегические точки противника. Первое. Деревня Уташ. Вот они, две стратегические точки. Это вот эта вот точка. Вокруг нее там куча техники, пехота, то есть, вы видите. И она подсвечена... На карте везде большой дым. Она подсвечена средним дымком, то есть он очень сильно различается с большим. Если присмотреться, можно увидеть. То есть первая цель – это. Вторая цель – вот это. Вот там тоже вокруг пехоты и техника стоит. То есть вот в западной части деревни Уташ. Здесь Юровка. Здесь просто много техники, которые надо разбомбить к чертовой матери. Следующая цель вот в этой деревушке – Старотитаровская. Вот она, вот эта вот школа. Короче говоря. Там тоже вокруг куча техники, подсвечена средним дымком. Кстати говоря, все цели и координаты к целям есть на коленном планшете и в брифинге. Уточняющий вопрос. Школу надо уничтожить или нет? Да, разнести, чтобы с землей сравнялось. Потом отстроим. И еще, 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 еще. Где же она, блин, эта цель? Вот. Село Белый. То есть вот это тоже завод. Я не знаю, что это, нефтехранилище, электростанции, б***ь, или еще что-то. Тоже вот это к чертовой матери надо разнести. Ну и, собственно, я думаю, вам на два часа хватит. Вот. Как-то так. Если будут истребители, будет, соответственно, противодействие. Истребительное. Вот. Имейте в виду, что тут стоит наше ПВО. Да, если совсем все плохо, можно зайти за аэродром. Да, и ПВО отработает по истребителю противника. Истребитель, там две волны должно быть. Первая волна там появится в ближайшее время, вторая волна там появится через 20 минут, что ли, что-то такое вот. Также вы можете брать самолеты, которые стартуют с авианосцем. Су-33 и F-18, F-14. Так, вопросы. У матросов нет вопросов? Ну что, стартуем тогда? Короче, я взлетаю и иду курсом 310. Догоняй. Давай за мной. Вижу, вертушки пошли. Побежали. Да они мосты, сейчас будут полтора часа только снимать. Согласен. Что вы говорите? Не, Андрей, если ты сейчас быстренько все разрулишь, тогда слов нет. В прошлый раз я не успел долететь, как вы уже взбомбили мосты. Я пошел на деревню, и там меня сняли. И это была, короче, так сказать, неожиданность. Да, да, да. Так не планировал. Господа, что там статус какой у вас? Завелись, взлетели? Да. 25-й Т интересует. 25-й в воздухе, летим к цели. Сейчас обогнем вас, просто посмотрите там справа. Крен 30 справа. Пуск. Пуск наблюдаю меня. Ё-моё. Кость, впереди деревня. Меня тоже захватили, но пока что пуска по мне нет. Впереди деревня наша цель. Оттормаживаемся. Еще пуск. Две штуки. Наблюдаю пуски-то по вам. Наблюдаю, отходите. ПВО не дремлет. ПВО не дремлет. Дайте мне еще чуточку. Блин, тяжелые мы. Ага, все, оба на стану, да. Так, давайте, давайте, милашки. Дайте результат, ну. Мы висеть будем, да, сейчас это отпартизанимся. Тут в этом городе наши войска, проблем не должно возникнуть. Да, будем летать с короткой, с четвертой полосы. Так, один уничтожен, второй уничтожен, третий уничтожен, четвертый. За-ба-бах. Все, ребят. Чисто? Скорее всего, там четыре штуки осталось, я их снес. О, смотри, в чате тоже все написано. Хотя, технически, там может остаться один последний. Один последний, ребят. У меня еще две ракеты, так что я делаю заход. Ну, пробуй, если там кого-нибудь еще ты видишь, значит остался кто-то все. Но еще облучают, как минимум. Ну, облучают, там вдалеке где-то патриот стоит, дружище. Это не обязательно, чтобы именно эти хавки тебе светили, понимаешь? Сейчас разберемся, сейчас я доверну на них. Костян, наблюдаю противника. Готовься это к передаче данных. Большое количество пехоты, несколько бронированных целей, возможно, ПЗРК. Передаю. Передал. На Кабресе цель мигает, да? И вот теперь ты нажимаешь кнопку выход, да, и потом будешь включать этот шквал, и он у тебя будет выходить прямо на цель. На цель наблюдаю. На Савчика. Ушел в ДМИ. Ну, давай. Ребят, если пойдете, то есть перевооружитесь, пойдете, берите ЛТЦ. Да, не берите. Да, это для радарных ракет, а там по земле только стингеры остались. Так что много ЛТЦ можете таскать с собой. Да, это для радарных ракет берите минимум, в основном ЛТЦ. Потому что там теплового ПВО-от очень много. Так, цели наблюдаю. Ты какую? Правую, милую? Давай я дальнюю возьму, там железнодорожный. Блин, откуда ж там стингеры-то? Ну, откуда ж там у моста-то, и там есть стингеры. А брифинг надо было слышать. А я настроил управление, извините, ладно, захожу еще за... О-моё. Это опыт. Потом нормально все. Согласен, я воевать не умею, учусь. Да все мы учимся, все нормально. Да, играю в удовольствие. Самый левый танчик мне оставь. Проходишь мимо меня. А эти как? Душманы с этими... Со стингерами. Какая у них высота стингеров? На коль они берут? Два, два с половиной. Блин, я ниже опустился. Понял, все. С четверки будут бомбить. Да, а я и не знал еще. Все, руление. Давай, рулись. С тобой. Кто-нибудь идет на посадку? Крымск посадка. Принято, жду. Два, посадку запрещаю. Уходите на второй круг. Один, один, два. Таймыр. Проверьте выпуск шасси. Ветер у земли. Два, девять, пять. Скорость четыре метра в секунду. Посадочная. Два, два. Ну что, господа, как мосты поживают? Мосты поживают. Аят! Это не... Да, и будут стоять. Набираю... Предлагаю кап 500 использовать. Ну, еще разойдем мы. С большой высоты сбросить. Так, Леша, что-то ты Су-25 мало поставил. Серьезно? Да. Всего два. Ну, я же не думал, что там будет... Народ будет так популярный. Там Су-25Т, там А-10. Ну, еще поставлю. Хорошо. Ну, Тэшки можно брать. Ладно, если собьют, я Тэшку возьму. Да, ну, Тэшки неинтересно. Чей-то сможет. Его настраивать надо все равно мне. Да не, играется на чем играется. Не надо. Продать. Рассаживается. Так, на месте. Мосты стоят еще, ребят, там? Ребят, стоят. А ветские же не расстроили. А это что? Активация ДРГ-1. А кто-то истребитель взял. А, это нет, это, короче. Не обращайте внимания. А так бы на вообще кирдык был бы. Там, да, задача... Почему-то все триггеры поломались. Там задача для Ми-8. О, да ладно, это я? Да, ЖРД уничтожен. Второй мост, ребят. Я наблюдаю врага, я увижу, куда ты попадешь. Блин, прошел боевой. Все. Мост не уничтожен. Нет, я... Там пуск. Из земли. У меня 4000. О. По идее, не должны меня взять. Должны. Не, ну я кто-то заходил там на боевое, не мешал. Кость. Кость, у моста... У моста стоит джип. Видел? А, да. По ходу дела там рядом два бойца. Это стингер. Либо пушка, либо не знаю, чем-то отработать. Кость, я сейчас зайду близко. Ты джип уничтожишь? Я зайду близко. Ты смотри, когда будешь на боевом, скажи мне, я пройду километр четыре от них. И если не будет пуска стингера, значит мы всех положили там. Кричи, если что, буду проходить прям рядом быстро. О. Пожар потушен. Как бы теперь добраться до своих? Есть контакт. Прямое попадание, ребята. Красавцы. О. Ухожу, пока эти стингеры не начали по мне. Три километра до цены. Наблюдаю цели очень близко, два километра. Пускай, ухожу. О, нет. Меня сухогруз спас, кстати. Пусков не наблюдаю. Так, а флота, это вот где мост, оно дезакциируется, когда масло уничтожено или ничего? Не-не-не, они все будут там стоять и... Давай, сейчас это зайдем на боевой и пройдемся. Я сейчас это, над деревней развернусь. Отказ гидросистем. Да, меня знатно потрепали. С полторашки работа был. Потому что я пока пехоту даже различить не могу. Так, минус 7 идет. А, я включил ручной режим. Ясно. Наблюдаю, пехот. Не работает даже шасси. Хрена. Работай. Собака. Как же мне съесть? Тушка проканула. Ухожу вправо. Стрельба по мне. Ловушечки, ловушечки. Засранцы, а. Отбили меня. Предлагаю... Предлагаю уйти на аэродром. Кто? Пушкой? Давай пушкой, да, точно, точно. Пушкой. Аварийная посадка. С жопу же болит, надо... Да, у меня тоже случился аварийная посадка, но здание уничтожил. Пасавица, я сейчас буду садить без шасси, без нихрена, без гидравлики. Давай сейчас наблюдаю, где ты. А, вижу. Иду, на четвертую. Да, да, вижу. У тебя там полкрыла нету, элерона нету. Ничего. Да, и носа нету тоже. Ничего, точно нету. Задание по уничтожению электростанции в селеут уж выполнено. Ну, я про что. А, и все, хвост, хвост подвид. Да. Да. Торпеда, то есть. Торпеда уничтожена еще. Ну, так высоко улетишь, слушай, спустись еще вниз. Да мне скорость надо гасить как-то. Ну, шасси открывай. Нету шасси, нету гидравлики вообще. Ну, тогда это закрылка не открывается. Ничего нету вообще. Тормозные шитки тоже? Ничего нету. Я говорю, что... Ну, все, тогда ты врежешься. Скорость очень высокая, это будет столкновение, слушай. Костян, если за мной летишь, гашу, скорость до 200, до 190. Давай разворот правом-то. 300, не вытяну, начинаю падать. Ну, 300 вообще ничего, еще рулится. 300, он 270 нормально летит. Да-да-да. Только у меня ничего все оторвано. Ты скинул подвески? Да-да, все скинуто. О-о-о, когда вот джаз и не в ту сторону не разворачиваться надо. У меня левый двигатель. Один двигатель. Нет. Давай, ты бери правого воина, я беру левого. Ну, не точно, она очень плохо стреляет. Те. До свидания. Не смог. Ох, как лихо он. Он, походу, забагованный. Отхожу. Так, что у нас еще осталось? Здание, ебашь. Тем же самым, да? Вутаж еще одно здание, и там еще есть это. Понял. Опа, это уже сигаретами затаривается. Ловушечки, да. Я тоже. Я на аэродром. Как бы это. У нас, конечно, Птур еще есть. Ну, бля, лететь в Тамань. Атака, берегись. Уходим, разгоняйся. Это вертушки, блядь, с хелдфаерами. Немножко, блядь, с três кастреля. raleух. Продолжение следует... Высота 80 метров, скорость 260. Убегаю от этих товарищей. Окей. А сам перекурить. Смотри. Так, подходим. Километров 10 осталось. Это далеко не наблюдают. У меня 5 пост ментов. Оттормаживаюсь до 190. Костя, оттормаживаюсь. Сейчас вышли, окей. Давай, ага. Оттормаживаюсь до 80 км в час. Отпустил я тебя. А зеленый дым что это? Десант. Наш? Да, наш. Да, очистил я его. Давай. Антон, высота у тебя? Прибор на 4500. Понял. Я в облаках-то тут. Наблюдаю. Наблюдал. Я не наблюдаю больше. Наблюдаю. 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 Продолжение следует...